Итак, всем доброе утро, уважаемые онлайн-зрители. Меня зовут Александр Вальверин. Я преподатель компании Альпари в городе Ростов-на-Дону. Мы с вами готовы приступить к нашему традиционному еженедельному обзору основных валют металлов, нефти и кросс-курсов. Каждый день в 11.00. Для начала хочу увидеть ваши плюсы в чат. Если мне хорошо видно, слышно, запись традиционно будет на официальном канале Альпари. Будьте добры, просигнализируйте в чате. Итак, уважаемые онлайн-зрители, если меня хорошо видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюс. Мы с вами приступим. Спасибо. Спасибо за плюсы. Давайте переходить, в принципе, к текущим событиям. Напоминаю, что у нас в субботу прошел еженедельный обзор. Запись у меня в блоге имеется. Можно посмотреть. Основной посыл, который разбирали мы, это возможный разворот по металлам, максимальные взгляды по индексу доллара и перспективы для остальных валют. Итак, давайте перейдем к текущим. Итак, пятница. Нас закрыли очень хорошо. Я бы сказал, просто отлично. И многие в этой свече, а еще тем более в недельной свече, увидели перспективу возможного разворота. Согласно классической точке применения данного паттерна, все-таки нужно дождаться подтверждающего сигнала, хотя бы на дневках, хотя бы идеально на недельках. Но давайте рассмотрим чисто краткосрочный взгляд, который мы имели. Во-первых, открытие длинной позиции после пробития консолидирующего уровня. Если отходить не от верхней грани, а от текущего входа, где, скорее всего, многие не входили, пока мы лишь можем перенести стопы в этот район, зафиксировать нашу бумажную прибыль. В перспективах на эту неделю по металлам, в связи с текущим накоплением, я вижу вероятность все-таки ретеста уровня 12.0-2.0. Это как первая перспектива. То же самое касается тех трейдеров, которые, может быть, сейчас и не успели зайти, но им лучше все-таки ожидать еще одного ретеста 1.70 здесь. А если смотреть на текущий срез, у нас с вами будет небольшое разграничение. Как мы помним, здесь у нас консолидирующая область. Задача для тех трейдеров, кто хочет зайти попозже, и на пробой вот этой верхней разграничительной линии. После чего можно будет в глобальной перспективе говорить, что, скорее всего, спекулятивно мы сможем взять эти цели. Опять же напоминаю, что данный сигнал к развороту принимать в глобальной позиции не стоит. Пока что именно закупиться на дне, то, что хотят, наверное, многие, я считаю, маловероятным. Более того, формирование среднесрочных либо долгосрочных сделок по золоту на длинную позицию можно будет открывать только после консолидации где-то в этих районах выше 12.00. Пока что риск возвращения к достигнутым вновь минимумам остается. Поэтому пока только спекулируем. То же самое по серебру, но здесь немного посложнее. Здесь у нас был глобальный импульс на выносе. Вряд ли здесь стоп потом заходил. Но факт остается фактом. Пробойная, подтверждающая. Сейчас стоп нужно перевести где-то в этот район. Здесь сопротивлением выступили нижние границы предыдущего напила. До цели чуть-чуть не дошли. И это вот немного смущает. В связи с чем спекулятивные сделки, открытые ранее, скорее всего стоит зафиксировать. Потому что, я говорю, слишком явно очевидный разворот по металлам показывают. Однако на текущую неделю я все-таки считаю, что металлы либо а останутся в текущей консолидации, и б, пойдут покорять новые высоты. Американские индексы сейчас фьючерс, точнее, потихонечку снижаются. Но он закрепляется на более высоких уровнях, что дает основания в дальнейшем продолжить восхождение. Как минимум на один текущий мах, еще где-то пунктов на 200. Но это слишком глобальная перспектива, поэтому если исходить из спекулятивной торговли, то на таких вот максимумах страшно покупать. Я согласен, однако, как покажет практика, именно перепробой данного восхождения, здесь на локальном таймфрейме сейчас пробили вниз. Посмотрим, посмотрим, как будет закрепляться в дальнейшем. Нефть. На пятницу нас пытались закрыть на нижней грани. Сегодня мы открываемся гэпом, разрывом вверх. Сейчас этот гэп уже нивелирован. И я считаю, что хотя бы на сегодня мы должны закрепиться в текущей нижней области, в районе 84.50 и 82.83 ровно. Консолидация на этих уровнях даст запас сил для перехода к следующему, а там недалеко и до разворота. Но опять же, цели по нашей коррекции пока что не будут превышать верхние грани, то есть району 87 долларов за баррель нефти марки Brent. Поехали. Переходим к валютным парам. Здесь с евро немного, так говорится, менее, точнее получилось на текущей неделе, чем с английским фунтом, особенно по пятничным сделкам. Здесь, что стоит обратить на себя внимание, подход, опять же, под уровень 50% коррекции от предыдущего движения мы с вами прошли. Ретест, попытка восхождения прервалась, однако в текущем моменте здесь начинает формировать полноценный отскок. Вопрос, к каким уровням. И здесь ответа прямого едать не могу, потому что сейчас, как говорится, у стрелеца дела даже намного лучше, чем у евро. Посмотрим, кто быстрее кого догонит. Тем трейдерам, которые все-таки не хотят дожидаться, есть локальное разграничение. Сейчас мы его разделим. И сделаем вот так вот. Те, кто меня уже давно смотрит, понимают, что это двойной вход по закреплению на пробой из данного диапазона. Пока что считаю более вероятным, конечно, выход вниз после преодоления 50% уровня. Цели коррекции небольшие, к уровню 43. Однако, в случае пробоя вверх, пойдем, скорее всего, даже на перехай. То есть, вот они, в принципе, цели по пробою. Посмотрим, как себя поведется на данном случае. Опять же, здесь стоит дождаться подтверждающего входа. Евро канадец. А вот здесь этот уровень 1.41 выставил ключевым. К сожалению, в пятницу я уже вечером не провожу этот курс. Мы уже было это увидеть. Ложный пробой, идеальнейший на H1, потом на H4. Сегодня мы пришли и отротестили данную нижнюю границу. Соответственно, в текущей перспективе, если говорить о длинных сделках, уже можно было заходить. Хотя, сейчас, скорее всего... Да, если будет белая свеча, можно попробовать заходить. Стоп, в принципе, не такой уж и большой. Целевой уровень текущей коррекции у нас с вами выступит... Одну секундочку. Немного. Немного дадут. То есть, скорее всего, где-то в этот район. Там уже будем смотреть дальше. То есть, пока H есть. Вот он был пробойный с подтверждением сегодня ночью. Но, опять же, тем, кому сейчас 8 пунктов не важны, готовы расширить стоп, могут попробовать зайти отсюда. Потенциал движения 1,2. То есть, мы работаем в данном ключе в сделке с профит-фактором 1,2. Далее. Евро, швейцарский франк. После того, как нас немного выбили со стопов, пока что он движется к цели. К сожалению, из-за того, что данная валютная пара представляет собой просто, я бы сказал бы, апогей минимализма с точки зрения волатильности, я бы ее все-таки отвел бы. Я бы вообще, если честно, убирал. Но так мы с вами рассматриваем все валютные пары основные. То есть, кросс-курсы с евро и с фунтом убирать ее не могу. Поэтому пока цели движения уровня 1,2. Еврофунт. Вот с фунтом у нас все поинтереснее пока. Мы в сделке на пробойке. Цели есть. Держим. Стопы переносим. Вот последний пик. Пускай, как говорится, чуть-чуть это будет почти без убыток. Но лучше, как говорится, в данном случае сильно не рисковать. Евро и иена. Здесь у нас с вами вход на пробой вниз состоялся. Цели снижения имеются. Однако, к сожалению, данный консолидирующий уровень может выступить как минимум уровнем для локальной коррекции. Поэтому стопы пока переносим. Если выбьют из сделки, как говорится, ничего страшного совсем не будет. Ждем дальнейших движений. Пока что в перспективах по евро иене, конечно, хотелось бы уже увидеть коррекцию к уровню 1,40. Но не будем так спешить. Посмотрим, как закроют дневку. По крайней мере, в прошлый раз нам дали хорошую завесу из темных облаков. Вместо подтверждающего сигнала мы получили день консолидации. Посмотрим, как сегодня эти возможные разводные паттерны будут подтверждаться. Евро и иена разоблены. Итак, евро-рубль и доллар-рубль. Сегодня на неделе они открылись снижением. Притом, в принципе, евро-рубль укрепился относительно евро на 1,3 рубля. К доллару на 1 рубль. Это связано с прошедшими новостями о том, что мы все-таки переносим свой взгляд на восток. Возможно, отдадим свой глобальный экспорт Китаю. Также здесь хотелось бы отметить уверенность Владимира Путина, что Центробанк справится с спекуляциями на валютах. И, в принципе, здесь есть небольшая толика правды. В текущей перспективе коррекция необходима. К сожалению, панику, которую нагнали на валютном рынке, необходимо погасить. Как ее погасить? Центробанку нужно показать свою силу. К сожалению, в пятницу после экстренного совещания он этого не сделал. Однако, как говорится, в долгосрочной перспективе это был такой хороший сигнал к тому, что Центробанк не будет просто так смотреть, а будет принимать меры. И эта возможность принятия мер в любой момент немного спекулянтов пугает под дальнейшим разгоном. Если говорить о торговой сессии в пятницу, как о финальном выносе закрытия глобальных позиций тех трейдеров, которые покупали еще на минимальных уровнях, то как минимум коррекционное движение в район 53 по евро и 43-42 рубля за 1 доллар представляется более вероятным. Поэтому пока, с точки зрения коррекции, не разворот, но, по крайней мере, перехода в снижение волатильности по данным валютным парам, где есть рубль, а также частичное укрепление рубля. Фунт австралиец. Здесь у нас с вами немного проще после нашей сделки. После нашей сделки мы с вами перенесли стоп в пятницу. Тейк получили раз, сегодня получили тейк два. По идее, здесь уже можно, как говорится, выбрасывать белый флаг, закрывать, как говорится, наши прибыльные сделки. Однако, если вдруг кто-то, вдруг кто-то из вас решил еще дожать данную валютную пару, перенесем стопы в этот диапазон. По крайней мере, это были локальные цели. Сейчас, если валютная пара уйдет в мертвую зону и вернется, скорее всего, от текущих движений, оно еще может пройти где-то в этот район. И вот здесь вот уже тогда должен быть полный фикс. Почему? Потому что вероятность отбоя от узла будет максимальной. Фунт канадец. Сделка есть. Стопы в пятницу перенесли. Да, забрали. Цель взята. Уровень 1.8. И здесь, я уверен, многие спекулянты захотятся с радостью попробовать отыграть на отскок, чего я вам не рекомендую. Уровень прошу это достаточно. И пульс и случайно, если вот эту вот наклонную консолидацию будут прорывать вниз, у вас есть отличная возможность еще дожать данную валютную пару. Поэтому, в принципе, цели по нашей первой сделке закрыты. Если вы вдруг, опять же, не знаете, как дальше жить и не закрыли, не стали здесь take profit, ни в пятницу, ни сегодня не закрывались, переносим стоп сюда. А для тех, кто не успел, пробойная свеча вниз будет говорить о возможном заходе номер 2. Цели по снижению более скромные в данный район. Далее. Фунт швейцарский фронт. Также мы в сделке. От продажи стопы переносим данный диапазон. Здесь вероятность отскок возрастает. Однако, тем трейдерам, кто захочет поработать на пробой продолжения нашего движения, возможность будет иметься. Однако, опять же, я говорю, только импульс на пробой в данном направлении. Пока же, по фунту-чифу, конечно, хотелось бы дождаться очередного ретеста уровня 1.55, прежде чем делать дальнейшее заключение о снижении. Поэтому смотрим. Дальнейшее снижение. Сейчас. Да, стопы перенесли. Ждемся. В общем, ждем, уважаемые онлайн-зрители. Хорошо сидеть в сделке, которая прибыльная. Здесь по ене, к сожалению, вряд ли мы вечером могли бы заходить в импульсный отбой, потому что, опять же, здесь нашу длинную позицию по стопам снесло. Глобально мы не дошли до целевого уровня. Как говорится, на кроссах пока у меня с этим тяжело. И здесь уже был сегодня утром интересный вход. Но, опять же, я говорю, вряд ли мы в него заходили. Сначала закрытие под ключевым уровнем. Формирование ложного пробоя. Импульс вниз. Ретест данного уровня. И для тех, кто хочет все-таки зайти еще. Добро пожаловать. Вот на такую схему. Я думаю, всем понятно, что это означает. Далее. Фунт НЗД. Здесь канал пробили. Как я и говорил, вероятность отбоя от канала все-таки в пятницу минимальна. Скорее всего, реверс нам здесь сделку не дали, потому что не пробили. Именно поэтому мы писали, что сделка достаточно рисковая. В текущем моменте канал пробит. Уровень 2.04 пробит. Нам остается только наблюдать, как, скорее всего, нам дадут импульс к вот этому уровню. Так, кстати, это у меня оранжевый должен быть. Вот. Вот. Цель снижения здесь. Заходить уже немного поздновато. Но, опять же, для отчаянных всегда можно. Х1 ключевой ретест был у нас здесь. Да, по сути, заходить поздно, поэтому, опять же, если кто, конечно, готов расшавить стопы на фигуру, для того, чтобы достичь, получить, точнее, более-менее глобальное цепь движения, то вперед. Опять же, все зависит от ваших потенциальных рисков. Но, как я зря, я удалю эту надпись. Повышенный риск даже в двойном объеме. И фунт НЗД, наш последний кросс, наш последний кросс-курс, который мы разбираем ежедневно в 11.00 на канале Аль-Пари. Сергей, к сожалению, золото было, повторить я не могу, потому что золото мы уделили 3-4 минуты, а у меня через 5 минут уже следующий обзор по основным валютным парам. Запись по данному курсу будет на официальном сайте Аль-Пари через ближайшее время. Поэтому хочу услышать вопросы по пройденному материалу. Уважаемый онлайн, если вопросов нет, ставьте плюсы, и мы с вами закончим. Так, ну что ж, у нас вопросов нет, значит, как говорится, хорошо на корабле плывем дальше. Итак, уважаемый онлайн, напоминаю, что у нас ежедневно в 11.00 проходит аналитический обзор. Нефти, металлов и кросс-курсов, а в 11.30 основных валютных пар. Также основные валютные пары у нас проводятся в 18.05 подведение итогов. Записи нефти, металлов на официальном канале Аль-Пари, основных пар у меня в блоге. Поэтому, опять же, все фиксируется, все записано. Я вам желаю хорошей торговой недели. Она, судя по макроэкономическим показателям, не будет достаточно волатильна. Опять же, посмотрим. Сейчас глобально взгляд на коррекцию доллара США относительно других валют. Но, опять же, только коррекцию разговоров о развороте пока не веду. С вами был Александр Вальверин, преподатель компании Аль-Пари в городе Ростов-на-Луну. Увидимся с вами в эфирах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok